В УХТе волонтерам-медикам пришлось организовать для горожан дополнительный курс по основам первой помощи. Одну двухнедельную программу в этом году уже провели в сентябре. Следующую планировали на весну, однако горожане настояли на дополнительном наборе. Записались около сотни желающих. Подробности у Ксении Лосевой. Вы понимаете, что у человека словно на руках, например, да, то есть визуально понятно будет сразу, что она не в естественном, например, физиологическом положении. В идеале рука фиксируется всегда вот сюда. Это несложная, но жизненно важная информация сейчас особенно актуальна. Умение правильно зафиксировать травмированные конечности, остановить кровотечение, сделать искусственное дыхание. В преддверии зимы и гололеда, да и просто в быту, такие знания очень нужны. Ну, в это время, в наши жизненные ситуации, да в любое время, я считаю, что это должен уметь каждый. Абсолютно каждый. Тот, ну, кто неравнодушно относится к жизни других людей, своих. Ну, то есть это навыки, которые действительно должны в школе, наверное, осваиваться. В школьном курсе «Основ безопасности жизнедеятельности» часть этой программы тоже есть. Но помнят и освежают эти знания и навыки далеко не всем. Тем более на этих курсах дают информацию, выходящую за рамки школьной программы. Например, правовые основы первой помощи. Кто имеет право ее оказывать, а кто обязан это делать и при бездействии понесет ответственность. Обязанность оказывать первую помощь возложена и на водителей причастных ДТП, и именно причастных ДТП, что определено пунктом 26 правила дорожного движения. Информацию дают квалифицированные медики, терапевт, травматолог, юрист и фельдшер. С последним в программе этого курса впервые проведут брифинг. Есть и другие нововведения. «Также будут у нас фармацевты. У нас появились новые несколько тем. Также у нас приглашен врач с роддома, который может рассказать про некоторые аспекты беременности». Первая группа слушателей в этом году завершила обучение в конце сентября. 23 ухтинцы разного возраста получили сертификаты участников и новые ценные знания. «Узнали очень много нового, особенно если брать по курсам детей до года и после года. Я вообще считаю, что реанимация детей, когда подавились, когда еще кашлялись, закашлялись, еще что-то, должны в роддоме рассказывать, но никто об этом не говорит. А на этих курсах очень хорошо, правильно и четко нам все рассказали и показали». На второй курс записались около сотни желающих. Программа организована так, что обучение проходит вечером, и работающие участники, а таких большинство, могут успеть. Поэтому итоговую аттестацию, надеются организаторы, пройдут все. Ксения Лосева, Виктория Науменко, Павел Логутин, телеканал Юрган Ухта.